Продюсеры танца Вячеслава Змухамедовна знакомы были давно, и каждый раз, когда мы пересекались, он говорил мне о том, что у него есть идея сделать что-то связанное с танцем. И уговорить продюсеров, что в ходу-навороту шоу будет иметь успех, заняло достаточно много времени. Слава договорился об этом шоу, вот после этого мы ее удалили в программу, и, собственно говоря, я стал одним из вас, Слава. Ответил? Да, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. И так далее, и так далее, и так далее. Важно оставаться ядким, и важно, мне кажется, быть требовательным. Когда рано не поздно, взлеты сойдутся, и все у вас получится. Сделали эту встречу в режиме вопрос-ответ, и на все вопросы, которые у ребят были, мы ответили, правда, не на все успели, к сожалению. Были интересные вопросы, ребята не повторялись. На тему некоторых вопросов хотелось порассуждать, но надо понимать, что это такая аудитория совсем молодая. У них небольшой запас терпения иногда, но это тоже своего рода тренинг на то, чтобы лучше формулировать и давать более емкие ответы. Ноги произвольные, да, во второй где-то параллельные, под плечами, и чуть-чуть согнутые. Мы у нас с вами идет такое движение, мы просто качаемся на раз и два и три. Мы просто разучили с ними комбинацию, и в рамках этой комбинации, если у них возникали какие-то новые вопросы по технике, лей, или по координации, они так или иначе всегда возникают. Потому что любая хореография в любом направлении авторская все равно исходит от того человека, который ее предлагает, и поэтому большое умение заключается в том, чтобы эту хореографию адаптировать на самого себя. В дальнейшем мне понадобится, чтобы поставить, допустим, свой танец или новую хореографию. Ну и всегда хорошо, когда есть педагог или хореограф, который может ответить на возникшие вопросы. Я всегда, ребят, призываю к тому, чтобы они их задавали, потому что для меня, в принципе, удовольствие на них отвечать. Я затем даю мастер-класс, чтобы как раз научились работать на мастер-классах, научились задавать правильные вопросы, потому что легче найти контакт с тем, кто дает мастер-класс, и получить на свой вопрос ответ, чем много раз пытаться делать неправильно. После мастер-класса было очень классно, мне переполняет эмоции, потому что было очень весело и замечательно. Мне бы очень понравилось. Мастер-класс Мастер-класс